Сегодня в парламентском зале две ветки областной власти обсудили бюджетные приоритеты на 2021 год, которые глава региона озвучил в своем докладе на пленарном заседании ЗАГС Собрания. Согласно прогнозам специалистов, область по году не доберет около 30 миллиардов доходов. Запас экономической и бюджетной прочности региона позволяет гарантированно выполнять весь объем социальных обязательств. Расходы на финансирование социальной сферы составят свыше 66% расходов областного бюджета или почти 200 миллиардов 500 миллионов рублей. Но даже в этот сложный период власть гарантирует выполнение всех социальных обязательств, восстановление экономики и выход на устойчивый рост уже в следующем году. К концу 2021 года уровень зарегистрированной безработицы кратится в три раза с ожидаемых по итогам 2020 года 6% до 2%. Среднемесячная заработная плата прогнозируется и достигнет 43 704 рубля. Чтобы исполнить этот прогноз необходима планомерная работа всех звеньев власти, законодательной, исполнительной. И требуется сотрудничество регионального и местных уровней управления. Верстая бюджет на будущий год и закладывая экономические перспективы до 2023-го, власть опиралась на базовую модель развития. Когда денег мало, их не хватает сразу всем. Когда денег много, естественно, хочется больше. Но я очень благодарен, что депутаты у нас дружат со здравым смыслом и понимают, мы постоянно держим в курсе, мы рассказываем текущую ситуацию. Ведь больше, чем есть, этого не будет. Несмотря на все экономические сложности, горноуральщине удалось сохранить социальную направленность бюджета и даже с уверенностью смотреть в будущее. Несмотря на ту пандемию, которая сегодня у нас происходит, мы не только не упали по сравнению с прошлым годом, а он сегодня 100,4. Если взять, например, в целом по стране, то там индекс промышленного производства 96. Это очень дорогого стоит. Почему? Потому что это прежде всего налоги, это прежде всего и даже, может быть, более главное рабочие места. Это те выплаты, которые сегодня получили врачи за ту борьбу. Действительно, губернатор правильно сказал, это подвиг, который они ведут. Это около 6 миллиардов рублей ушло на компенсацию труда. И практически 3 миллиарда – это средства, направленные на переоснащение наших больниц. После доклада из парламентского зала прозвучало несколько вопросов, на двух из которых глава региона остановился особенно подробно. Тут не аутсорсинг, это вопрос даже не аутсорсинга, это вопрос более эффективного использования привлеченных финансовых ресурсов. По словам губернатора, в период мировой пандемии особо остро встал вопрос о более эффективной работе скорой помощи. Нужны реформы. И одним из таких шагов в этом направлении будет переход службы скорой помощи на аутсорсинг. Ведь никто не ставит себе целью сократить работу. Мы, наоборот, ставим себе цель увеличить, увеличить заработную плату, качественно улучшить работу скорой медицинской помощи. Но это главная цель. И мы, сегодня весь мир идет по этому пути. Весь мир. И, безусловно, здесь я понимаю волнение людей. Я понимаю абсолютное волнение особенно главврачей. Как так? Теперь запчасти будет покупать не главврач. Ну, как так? Ну, конечно, непорядок делал. Цитата от губернатора. «Если колеса ремонтировать будет не главврач, мне кажется, это правильным». Конец цитаты. Еще один вопрос касался затрат на подготовку объектов к универсиаде 23-го года. Один из облдумцев поинтересовался, стремится ли руководство области к проведению самой лучшей в истории универсиады или же задача поскромнее – просто провести всемирные студенческие игры. Губернатор в ответ заявил о том, что универсиада должна и станет импульсом для развития не только спорта, но и образовательных услуг, в том числе для иностранных студентов. Представьте себе, мы построим 12 тысяч мест для студентов. Ну, когда такое, в общем, было? Пусть даже половина уйдет на 6 тысяч, мы сможем продать образовательную услугу и привлечь сюда иностранных студентов. Что такое приезд иностранных студентов на 5-7 лет? Это деньги. Это работа, это работа экономики. Их нужно кормить, лечить, обустраивать. Это серьезнейший кумулятивный эффект развития экономики. Помимо того, что нам действительно нужны хорошие спортивные объекты, бассейны, ликоатлетические манежи, огромное количество людей занимаются спортом. Огромное. Не знаю, кто здесь противник, честно сказать. Я бы хотел увидеть, на самом деле. Что в этом плохого в том, что у нас сегодня есть возможность, более того, привлечь федеральные средства, частные средства, потратить наши средства, законно потратить наши средства на создание градообразующего, системообразующего, регионально образующего предприятия. Как образовательный центр? Ну, кто против?